Если в России, то вы обязаны, я считаю, знать все эти понятия, всякие правила, законы воровские и так далее. Потому что есть даже пословица «от тумы до тюрьмы», типа там «не зарекайся». Есть вопрос от Александра Эсен. Вопрос следующий. Есть их правила, есть свои. Зачем переходить на их? Бывает такая ситуация, что нужно выиграть время. Бывает такая ситуация, что вам заблокировали проход к собственному дому. И есть еще возможность этого конфликта избежать. Бывает такая ситуация, что эти люди еще не определились. И если вы им не ответите, это будет считаться началом конфликта. Но это вот самое первое, что пришло в голову. Поэтому разговаривать нужно уметь. А если есть правила другие, и вы в них уверены, то, конечно, можно попробовать перешибить плетью обуху. Я только могу подчеркнуть, ну что еще добавить могу. Бывает так, что вы сами еще не определились, кто вы есть по жизни. И, возможно, вы с этими ребятами вертитесь, крутитесь и хотите сделать это какой-то смысл жизни. Ну, типа, я не знаю, выбиться в криминальный авторитет еще куда-то, правильно? Так, возможно, возможно. Ну, типа, пацаны на улице, там, ауе, сделать карьеру, вора в законе. Ну, мало ли бывает такая каша в голове, да? Вот. И, соответственно, если вы планируете такую карьеру, социальный рост, я в кавычках все беру, в кавычках, вот, то вы вынуждены эти правила изучать, конечно же. То есть вот такая тема. Дальше. Если вы не планируете карьеру эту делать, и не хотите с ними связываться, но дело в том, что они присутствуют в нашей жизни, криминальная субкультура, она есть, была... И очень, очень развита. Очень развита. Так что, да. Причем, смотря какая страна, если в России, то вы обязаны, считаю, знать все эти понятия, всякие правила, там, законы воровские и так далее. Потому что есть даже пословица от сумы до тюрьмы, типа, там, не зарекайся. В вашем дворе наверняка есть какие-нибудь смотрящие, там, воры какие-нибудь авторитеты и так далее, и так далее. И даже если вы не хотите туда попасть, вы туда просто можете попасть. Я имею в виду в какую-нибудь там, я не знаю, СИЗО, в какую-нибудь там зону, в колонию и так далее. По разным делам. Виноваты вы, не виноваты, это уже другой вопрос. Вы туда попали, и там есть такие правила. И куда вы денетесь? Как бы вот так. Поэтому с волками жить, поволчьи выйти. Что-то я пословицами сыплю. Ну, как-то вот так. Ородная мудрость. Это их ладись мудрости. Не только пословицами, и цитатами великих классиков. Да. Все надо его дарить. Моими личными. Рассказывать интеллектуальное нутро. Да. Поэтому, ребята, поймите, что культура, она состоит из множества субкультур. Я как культуролог просто заявляю. И они присутствуют в нашей жизни. Как матрица. Вы проходите через один слой, переходите в другой, попадаете в третий. И чем больше вы знаете об этих слоях, о разных правилах, о разных субкультурах, тем вы, в принципе, ну, вы более, как сказать, у вас есть больше шансов на выживание. Более адаптированное. Более адаптированное. Более адаптированное. Да, да, да. Вы просто понимаете, как они, по каким правилам играют. И можете всегда выскочить из этой ситуации с минимальным ущербом для себя. Как-то так. Поэтому играть и не играть, это уже... Не вы все решаете в этой жизни. Вот в чем проблема-то. Потому что мы считаем, что мы тут все решаем, все определяем. А частенько жизнь, она вот ставит нас вот перед каким-то фактом. Дедушка Максим. Все правильно. Вот такой ответ у меня на вопрос. Все правильно. Фатализм. Фатализм – правильная платформа философская, обывательская. Верить в судьбу – все, финиш. Оптимально. И принимать то, что приходит. Не значит, что там склонив голову, совершенно нет. А принимать пришло, работаю. Что делать? Ну, так вышло. Совершенно верно. По мере поступления, да, проблемки решаются. Но если вы к ним готовы. Если не готовы, у вас нет плана игры, то, блин, у вас шансов-то выжить все меньше и меньше получается. Поэтому знание – сила, опять же. Знание – сила, опять же. Вот я пословицами. Можно просто пословицами говорить и все. Заучить их и читать их рэпчиком. Еще и есть вопросы, Миш. Еще вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!